мужики как вам тренинг всем быть на следующий поток я понимаю что блин а жить и когда блядь есть когда этим всем буду заниматься я когда приехал на тренинг позанимался здесь мы тогда были недельные тренинги я понял что у меня начало получаться и не надо вот это продолжать этим заниматься я приехал домой я понимаю что мне нужно там ехать в москву и что-то делать а в москве у меня работы не было короче я ну я об этом не рассказывал я сделал там самые критические вещи которые там бизнес нельзя сделать я достал из оборота бабки полмиллиона короче там продал цепочку золотую снял здесь квартиру все начал здесь жить и является начал жить еще в убыток себе но я занимался только пикапом я не знал что ну то есть я всего вокруг добился кроме того чтобы я кроме того чтобы я умел знакомиться с женщинами то есть только этого я не умел как-то попутно спрягать меня ничего не получалось не понял что сейчас мне на карту блять надо ставить вот собственный ну лет мне уже много на тот момент как я читал там 33 года мне нужно устраивать свою семейную жизнь не нужно там рожать детей там не хочу ребенка там 50 лет поместить первый класс но была какая-то такая движуха меня сильно напрягало я понял что я сейчас хочу я просто приехал в москву и жил тут просто полгода блять ходил тут помогал володе ходил с ним там на тренинге что-то там делал и я благодаря этому научился то есть я на карту поставил все блять а вы что-то ссыки срете тут с работы не могу уволиться квартиру дорого продавать там ну продаж ты ее там на 100 тысяч дешевле да и ху с ним еще раз говорю вы поступки то вообще никакие жизни уже не совершаете давно блять вот когда пытался там вас все вчера отправить там в метро как бы это тоже блять для многих поступок вот блять тигр там проколбасился вообще там ходил сегодня говорю там кругами другое вообще вы не совершаете поступки блять даже даже если обращаться там каким-то старым сказкам блять эти все рыцари эти все там блять кто-то там нахуй с драконами там пиздился что-то не все мужики вот эти все успешно там они что-то делали блять этот илья и муроми вас просто 30 года с печки блять то есть вы нихуя не делаете делайте даже в убыток это ничего страшного блять там ну заработаешь новые бабки не смотрел фильм достучаться до небес посмотри еще раз такой но неплохой он заставляет задуматься что блять а если завтра тебе скажут что пиздарики блять приплыли 4 или там где морган приман пока не сыграл в ящик кстати блять очень актуальна для тебя тема для 50 лет то есть что ты будешь ремонт доделывать от ебучий блять если тебе скажут что тебе осталось тебе чувак по сути как бы такой полноценной жизни с сексом ну я не знаю сколько там пусть ну лет 15 наверное может осталось там уже будет очень все плохо таблетки всякую не чтоб тебе покайфовать блять ну не знаю в крайнем случае даже можно уменьшить жильплощадь и не знаю там для заняться там пикапом ну то есть посвятить этому больше времени то есть ты своей работе там ведь все время посвящаешь на тебя съедает блять зачем женщине я хуй знает блять если я буду дальнобой то вряд ли меня моя жена дождется на хуй такой мужик блять ты не думаешь колоссальные какие-то деньги зарабатываешь просто перестань за это цепляться я понимаешь что ты так жил много лет да и тут говорят отцепись плюньте махни рукой туда этого как-то по-другому скорее где-то под другом месте ты въебывал для без выходных скорее всего так ну я к чему блять понимаешь вот у меня был чувак прямо на индивидуалки какое-то время назад он как мы с сыном тебя вместе смотрим ему 19 там мужику 40 там и вот блять старый мужик который уже как бы ну блять опытный строитель в вагончике блять живет с мужиками на стройке в вагончике я бы тебя чё денег нет да есть я их что-то куда-то складываю куда-то складываю да хуй знает ну как куда-то складываю а чё то есть и он понимаешь блять мы пошли купили ему туалетную воду блять вместе с ним ебать он так кайфанул просто знаешь он для себя даже такую хуйню не делал уже сто лет не думал в гуме это был то есть к тому что вот ты работаешь 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 а блять завтра скажут все пизда надо умирать чё дед чё толку тоже доработал ты когда на море был последний раз ну короче давно раз не помнишь и глядя на тропе съездить на море в ебучую турцию хотя бы не знаю найди горящий тур если ты один там есть же вот юра знает всякие путевочные какие-то сайты где горящие туры где там сколько можно в десятую часть цены улететь куда не знаю пятизвездочный отель в любое там государство не знаю но сделать что-то для себя и вот просто когда вы с этим всем грузом ебучим вот этой вот я вот сегодня игорю говорил да то что то что вот ну сегодня это лучше это выглядит да понимаешь как бы после этого упражнения а вот вчера было вот ты прям подходящий такой щечки жизнь боль блять как я устал жить я кстати дачу пришел понимаешь и вот приходит у вас предпочитает не ебле написано что жизнь боль я устал работать я устал жить и устал от рутины сука как в этот праздник себе будете вести ребята какая разница сколько вам лет на вот бабушка 60 лет на истребителе прокатилась не знаю дать тебе надо максимально быть собой можешь не улыбаться ваш критик слушай блять ты классная я вот дашь мужик обычный какой есть надо смотреть просто с кем ты занимался чё евро по нему у меня его поймал один раз он там сидел сказать тоже вообще к рядом с ним лежать вот так все время играть юра чуде он чуде ну смотри как бы я его там поймал съел женщина на сделка мне-то на парапетике он там что-то поселки там вот и сидит рассказывают я блять ты там взрослый мужик как бы уже тебе ну потом подсаживаться с бачка блять игре теляшка ляжку как бы ну пока что не камильфо то есть это ты на свиданку же приглашай тогда там здесь не общайся а так я же беру всегда общаются глаза в глаза то есть если она тем более сидит вот подойти как бы и стоя то есть это уже уже плюс сразу же позиция сверху то есть ты же даже ничего не делаешь тоже на физическом уровне уже позиция сверху тебе уже легче должно быть общаться а ты опускаешься до ее уровня чтобы вам ну как сказать было комфортно блять и сидишь там и что-то на ушко шепчешь как бы ну это даже тебе присаживаться сразу у тебя такое не получится 10 раз подряд за полчаса каждый раз ты надо говорить напоминать так свои прямо естественно не изгибаемся ничего просто вот много раз сделаешь за короткий промежуток время ты все равно привыкнешь через тело у тебя и внутри начал перещелкать бля типа как бы да вроде я стою прямо у меня был такой чувак влад короче вашего возраста мужик но он весь там какой-то в подтяжка в пластике блестящая ебала у него такой весь качахаленый мужик вот и он когда подходил бабу у меня со стороны сказали что они его клеят не слышно что говорит нам подходят и сейчас даже не могу это изобразить я думаю ебать они что к нему подходит что происходит в нем было столько блять этого ебучего достоинства да непонятно откуда если его нет сука притворитесь что она есть представь что ты пришел в театр те сказали сыграй какого-то блять франта понимаешь сыграйте притворитесь и когда вы сумеете притвориться это говорит только о том что вас эта штука есть то есть понимаешь ты родился короче ты родился например блять у тебя дохуя разных там внутри там частей так ты можешь быть веселым ты можешь быть грустным ты можешь быть уставшим от жизни дальнобойщиком ты можешь быть раз вьюбистов франтам понимаешь и почему то так сложилась жизнь неважно там череда событий что ты стал только вот таким для эту дрочным дальнобойщиком но это не значит те вот этих других вещей нету веселого какого-то там не знаю расслабленного какого-то там любящего себя попробуй придворится subq другим взап akkor вот эту придворись каким-то вот таки знаешь как будто ты не знать держишь весь топ werro центр охоты ряд как будто это твоё и кота . у тебя и это тоже есть это трижды же бед не мог притвориться как и если у тебя чего-то не внутри нет каких то качестве тимо не притворить не сможет изобразить попробую изобразить хотя бы вот этого чувака как будто приехал не знаю ты с личным водителям приехал а не как будто ты водитель. Мне кажется, ему надо начать вести этот видеоблог второго декапера, старший такой, едет в КамАЗе, там что-то записывает, короче, бля, мужики, сегодня будут разбирать вам такую тему, короче, там что-нибудь хуярит. Или знаешь, у тебя мужики есть этот Жан-Лука, который там в наколках... Жан-Лука Вакера. Да, да, на короле там скачется с тёлками, блядь, посмотри его, блядь, там чуваки... Нет, ты, в принципе, сейчас выглядишь, вот, как, знаешь, главный сутенёр Москвы. Такой типа... А, кстати, я даже не подумал, что ты дальнобойщик, если я сейчас не узнал. Который наказывает своих подчинений...